добра и радости дорогие друзья сегодня бы я хотел вам показать как легко и просто своими собственными руками за минимальное количество времени сделаем формованные ножны вот вот такой замечательный режек фалкнивен pxl очень красивый нож на мой взгляд значит что вам с вами для этого понадобится ну кроме естественно ножа вот в первую очередь это инструмент разметочный мат для разделки металлическая линейка простой карандаш океанка нож просто строительный кусочек шкуры растительного дубления в данном случае я предлагаю взять шкуру толщиной 2 миллиметра вот жесткость должна быть ну как минимум такая вот подошвенная значит для ошибки мы будем использовать капроновый обувной капрон нитки толщиной 7к по моему если правильно понимаю маркировку наши для окраски мы с вами будем использовать сочетание антика экофлот цвет моногария и вот такой вот замечательной краски торговой марки сапфир проникающие тентура франкейса оттенок 05 темно-коричневый для финиширования буду использовать как всегда сапфировский воск помадье кнопки я предлагаю установить такие вот германские кнопки одни из лучших по качеству на мой взгляд который сейчас можно купить мы соответственно пару вспомогательных инструментах это круглый пробойник и строчный пробойник ну что же поехали и так с чего я предлагаю начать я думаю что начать лучше всего с построения некой бумажной модели как все это у нас с вами будет смотреться в динамике мы первую очередь будем проверять на какой-то некий бумажный модель длину ширину можно на с вами будто такого типа формованный поэтому опять таки стоит учитывать и по крайней мере на этапе планирования стоит прикинуть как себя будет чувствовать нож но вот в наших ножнах на какую глубину он будет заходить не будет ли мешать к примеру клипса то есть какие-то конструктивные элементы не будут ли они мешать при эксплуатации нашего даже все это момент лучше рассчитать на бумаге также я вот для формовки нужен сделал вот такой вот пластилиновый собственно говоря каркасик положил на некоторое время в морозилку после чего он приобрел твердость настоящего камня на нем я собственно говоря буду проводить формовку какой бы хотелось я момент учитывать в принципе что такой вот каркас для формовки мы с вами можем сделать абсолютно любой то есть мы можем сделать его из кожи можем сделать его из дерева какие-то из пластика из подручных материалов я предпочитаю делать пластилиной потому что приходится иметь дело с очень большим количеством ножей и соответственно то есть как-то приходится процесс ускорять ну что ж разметка произведена давайте приступим к первому действию итак следующий этап это замачивание кожи растительного дубления в воде на некоторое время чтобы придать ей мягкости пластичной значит такой кусочек кожи я выбираю я рекомендую использовать кусочек кожи сантиметра на 3 на 4 больше чем размера ножа собственно говоря по всем сторонам измерения длина ширина высота приблизительно вот так значит кожа растительного дубления абсолютно любой собственно говоря фирмы кладется в воду и замачивается не более чем 1-2 минуты если вы слышите характерное такое шипение как воздух выходит из кожи замачивать надо до того времени как собственно говоря кожа но перестает шипеть напоминает плитку на стену раньше котуарскую клал такой точно точно такой же шипение можно несколько раз перевернуть вот практически все готово кожа растительного дубления у нас с вами готова к формовке мочить чрезмерно то есть я не рекомендую лучше от этого никак не станет они не мягче не пластичнее замочили пару минут в принципе этого хватает и так поехали дальше и так следующий этап я с вашего позволения полностью показывать не буду потому что он требует минут 10 времени покажу только основные моменты значит это по формовке есть мы с вами берем пластилин я рекомендую однозначно положить какой-то целлофановый пакет чтобы каких-то пятен пластилина не осталось на обратной стороне кожи далее мы с вами берем нашу хорошо вымоченную кожу подкладываем ее под нашу заготовочку вот видите у нас вот такая замечательная получилась конструкция и мы начинаем процесс формовки начинаю его сначала с этих участков и потихоньку переходя к задней части процесс формовки вообще-то как вы сами видите вот какой-то вот такой вот выглаживание то есть можно как процесс лепки так так его назвать какое-то вот выглаживание кожи с чем чтобы придать необходимую нужную нам форму значит наиболее трудоемкий момент это вот самая задняя часть когда вот мы с вами аккуратными движениями растягиваем кожу вот таким с нажимом так чтобы придать нам нужную конфигурацию ну я с вашего позволения займусь этим не перед камерой так друзья значит в процессе формовки у нас с вами получилась вот опять кожная заготовочка формованная далее я предлагаю ее нам с вами отложить примерно на сутки чтобы она у нас полностью просохла и сутки ее никак не трогать до встречи через сутки итак друзья процесс формовки закончен сушка закончена теперь мы с вами будем вырезать из этих кусочков кожи необходимые нам размеры то есть просто размещаем карандашом вот и с помощью металлической линейки и ножницы ножа вот вырезаем необходимые нам размеры давайте это сделаем итак заготовки мы с вами вырезали теперь я посадил две заготовочки у нас на клей для предварительного соединения примеряем как будет смотреться наш посол шведский отлично само совершенство далее мы с вами с помощью канавка реза проделаем отверстие под строчный шов и соответственно будем пробивать отверстие видно вот таким вот незамысловатым движением проделываем канавки под строчный шов делать это очень очень просто вот и после этого пробьем вот тут вот отверстие либо проделаем их шилом рассоединим заготовки и с обратной стороны соответственно также проделаем канавки под строчный пробой и так отверстие пробитые разметил отверстие под будущую застежку и посмотрел как нам будет смотреться далее рассоединяем наши заготовки смотрим как у нас с вами будут размечаем канавку под будущей строчный шов вот делаем канавку вокруг внешней части соответственно размечаем и отрезаем подвес на пояс вот у нас с вами будет универсальный горизонтальный вертикальный в общем все подготавливаем под покраску давайте далее друзья процесс покраски сложно тут вообще ничего нету мы с вами будем красить антика мэкафло сверху покрывать темно-коричневой краской тентура франкейс от торговой марки сапфир чтобы сделать такой очень интересный темно-коричневый оттенок с бордовым отливом красится очень просто наносится некоторое количество антика на поверхность заготовки и я беру простую губку для мытья посуды любого хозяйства магазина аккуратненько растираю антик по поверхности кожи и после чего я рекомендую оставить часика на полтора-два тем чтобы она высохла красочка у нас то что антиком хорошо как бы будет держаться на поверхности только после полного высыхания то есть полтора-два часика и после этого мы сверху простой кисточкой будем наносить с вами вот такую краску ну что же давайте все это сделаем далее друзья соединяем все части нашего кожного чехолчика под строчную прошивку для этого берем нитки я беру обувный капрон 7k ты простым седельным швом в две иголки мы с вами будем растрачивать наш чехолчик давайте сделаем так далее друзья мы с вами продолжаем чистовую продолжаем чистовой шлифовкой нашего реза с помощью вот так вот строительного приспособления так и далее что я предлагаю я лично немножечко затемняю нитки чтобы они были не такими светлыми и белыми делаю это я с помощью вот такой вот новоподхеновской морелки цвета дуб я прокрашиваю врез чтобы его было легче заполировать вот и слегка затемняю нитки чтобы они приобретали такой вот ну слегка коричневый оттенок но как бы и выделялись строчкой вот значит следующий наш этап будем делать так следующим этапом друзья я предлагаю нам с вами провощить наш замечательный чехольчик для этого я использую вот такой вот воск такой марки сапфир называется он воск помадье это жировосковая смесь которая на мой взгляд она оптимальная такая для нанесения на кожу растительного дубления при окраске водными красителями иначе пока урез я не трогаю я его не ващу я будем его с вами отдельно заполировать видите достаточно просто просто наносим воск можно пальцами можно тряпочкой на поверхность и заполировываем ее с помощью мягкой тряпочкой все легко и просто достаточно доступно ну и последним номером нашей концертной программы будет полировка уреза с помощью пластикового колесика достаточно долгая и достаточно мудная процедура лучше будем заняться пред просмотром хорошей телепрограммы или просмотром хорошего фильма то есть аккуратненько с помощью пластикового колеса нанося некоторое количество воды на места соединения мы с вами аккуратно подполировываем до очень красивого и равномерного лиза вот такая работа ну что друзья все манипуляции закончены наш шведский посол чувствует себя в новой одежде великолепно люфта никакого нету ну что ж дай бог чтобы понравился заказчику надеюсь мои сегодняшние советы были кому-то полезны и интересны и вдохновения на занятия кожевнической деятельностью полный цикл моих видео уроков именно по ножнам вы сможете прочитать на сайте ноженожны.рф там же очень хороший блог с подборкой как шить ножны своими руками с уважением как всем Алексей Музырев всего вам доброго дай бог